Продолжение следует... 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 для стран Запада, а точнее для промышленно развитых стран, которые тем самым могут обосновывать свои претензии на господство во всем мире. К счастью, рецептов сокращения численности населения предложено не было, но тем не менее все прекрасно понимают, что страны Запада могут себе позволить и дальше увеличивать численность населения, а страны Третьего мира уже подошли к демографическому порогу. Сегодня в Римский клуб входит всего 100 человек, это преимущественно известные бизнесмены и всемирно известные ученые. Россию в настоящее время в Римском клубе представляет академик Сергей Капица, а почетным членом этого клуба является бывший президент Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев. Впрочем, существуют и другие элитарные объединения, например, такие как Бильдербергский клуб. Многие критики Римского клуба считают, что члены подобных организаций попросту запугивают население грядущим экологическим апокалипсисом. Появился даже специальный термин «алармизм» от английского «алам-тревога». Привлечение внимания к экологическим проблемам, конечно, очень важная сторона деятельности многих общественных организаций. Другое дело, что представители подобных организаций могут преследовать и свои экономические цели. Обычный человек, не имеющий биологического или технического образования, вряд ли может объективно оценить те статьи, которые публикуют от имени различных общественных организаций крупные и не очень известные ученые. Классическим примером «алармизма» принято считать историю с разрушением озонового слоя Земли. Как вы знаете, озоновый слой залегает на высоте от 10 до 50 километров и защищает все живое от смертельного ультрафиолетового излучения. Активную политику по решению глобальных проблем ведет и Организации Объединенных Наций. Еще в 1972 году была создана программа ООН по окружающей среде. В 1982 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила Всемирную хартию охраны природы. В следующем году при ООН была создана Международная комиссия по проблемам окружающей среды. И, наконец, в 1992 году в Рио-де-Жанейро состоялась Всемирная конференция по окружающей среде с участием 40 тысяч делегатов из 178 государств. На этой конференции была принята климатическая конвенция, согласно которой представители промышленно-развитых стран мира обязались сократить вредные выбросы веществ в атмосферу. Но это все слова. Что же делается конкретно? Сроки исполнения решений Всемирной конференции по окружающей среде определены не были. И многие государства предпочли их попросту проигнорировать. В 2005 году был подписан еще один важный международный документ. Это так называемый Киотский протокол к рамочной конвенции ООН об изменении климата. Подписавшие его страны обязались к 2012 году сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 5,2%. Сразу стало ясно, что успех Киотского протокола возможен только в том случае, если все страны мира присоединятся к его действию. Однако крупнейшие производители, такие как США, Китай и Индия, категорически отказались это сделать. По сути, Киотский протокол теперь не имеет никакого смысла, ибо три названные нами страны обеспечивают более трети всех вредных выбросов в атмосферу. Это еще раз показывает, что разрешение глобальных проблем возможно только в том случае, если все страны мира будут участвовать в этом процессе и никто из них не останется в стороне. В конце XX века специалисты ООН рассчитали, какие примерно суммы пришлось бы потратить человечеству для того, чтобы справиться хотя бы с самыми основными глобальными проблемами. К примеру, для реализации разработанного ООН плана по восстановлению тропических лесов потребовалось бы 1,3 миллиарда долларов, а это военные расходы всей планеты чуть больше, чем за полдня. Для того, чтобы решить проблему с питьевой водой, по крайней мере в странах третьего мира, потребовалась бы гораздо большая сумма, требовалось не менее 30 миллиардов долларов. Если человечество на 20 дней откажется от военных расходов, то эту проблему можно было бы разрешить. Осуществление плана ООН по борьбе с опустыниванием потребовало бы около 5 миллиардов долларов. Получается, что если бы все страны мира хотя бы на месяц в течение года отказались от своих военных расходов, то глобальные проблемы, если не были бы решены полностью, то, во всяком случае, с многими их проявлениями можно было бы покончить. Другой вопрос, согласны ли государства отказаться от своих военных расходов, ведь во многих из них существует мощные армии и развитый военно-промышленный комплекс. Существуют также многочисленные международные общественные организации, которые вносят свой вклад в процесс борьбы с глобальными проблемами современности. Пожалуй, самой известной из них является такая организация, как Greenpeace. На данный момент она объединяет более трех миллионов человек. Активисты этой организации не только проводят марши, протесты и пикеты, но и сами предпринимают активные действия по наведению порядка в системе окружающей среды. Правда, эту организацию также нередко упрекают в политизированности. Из того, о чем мы с вами сейчас сказали, можно сделать вывод, что конкретному человеку, одному отдельно взятому гражданину страны, не под силу повлиять на процесс разрешения глобальных проблем. На самом деле это не так. В истории человечества, даже в одном только XX веке, было немало людей, которые предложили свои собственные рецепты выхода из тех или иных глобальных проблем. В 1970 году Нобелевскую премию мира присудили ученому Норману Барлаугу, который предложил метод так называемой «зеленой революции». Это сравнительно простое усовершенствование позволило многим странам мира увеличить производительность труда в сельском хозяйстве в два-три раза, и тем самым для этих стран проблема голода была, если не снята, то во всяком случае очень серьезно отодвинута. Активным деятелем по охране окружающей среды был Джеральд Даррелл, известный английский писатель-натуралист. Он не только организовал целый ряд экспедиций в различные уголки мира, он основал три фонда охраны природы и создал первый в мире заповедник, который специализируется на сборе и разведении в неволе вымирающих животных. Этот заповедник и сегодня работает в поместье Огр-Мэннер на острове Джерси в группе Нормандских островов. Даррелла нередко сравнивали с известным океанографом Жаком Ивом Кусто, который был пионером подводных исследований и съемок. С 1952 года и практически до самой своей смерти он вел океанографические исследования на судне Калипсо, а в 1957 году возглавил находящийся в Монако первый в мире океанографический музей. О том, что назобрел акваланг и подводные дома, я думаю, даже не нужно рассказывать. Выходит, что и отдельный человек может повлиять на судьбы мира, даже если он не политик и не крупный бизнесмен. Приведем еще один пример. В 1994 году Пулитцеровскую премию по фотографии получил британский фотограф Кевин Картер. Несколькими годами ранее, находясь в Судане, он сделал снимок умирающей от голода девочки. Рядом с девочкой сидел огромный черный гриф, который ждал, когда проблема голода будет разрешена для самого грифа. Фотография всколыхнула общественное сознание. Люди увидели, на каких тонких ниточках держится жизнь человека в странах третьего мира. Картер стал очень популярен. Его приглашали на различные конференции, брали у него интервью. На одном из таких интервью у него спросили, помог ли он девочке, донес ли он ее до пункта раздачи продовольствия. На это Картер ответил, что ему такое даже в голову не пришло. Он сделал снимок и ушел. Профессиональное сообщество устроило Картеру такую обструкцию, что через три месяца после этой пресс-конференции он покончил с собой. Речь идет о том, что каждый человек должен отдавать себе отчет в том, что и от его действий зависит будущее других людей и в какой-то степени даже судьба всего человечества. Следующий наш раздел будет посвящен человеку, тому, как он влияет на природу, на общество, на самого себя. Только думающий человек, только личность может быть полноценным членом общества. А наш урок на этом окончен. Спасибо за внимание.